Скотт Эткинс В меню компании более 250 блюд, рационы на снижение, баланс калорий и набор массы, а теперь еще и хардкорный рацион на 3500 калорий. Работает бесплатная доставка еды в пределах МКАД, так что питайтесь правильно и экономьте время вместе с Level Kitchen, ссылка в описании, ну а теперь к теме выпуска. В 41 год Скотт по-прежнему в отличной форме и у большинства ассоциируется с таким мышечным корпусом. Но не все знают, что даже в юности, в 18 лет, Эткинс уже мог похвастаться отличными объемами и кондициями, не говоря уже о владении собственным телом и знании приемов восточных единоборств. Чтобы сделать этот выпуск действительно подробным и информативным, вернемся в далекий 2001, в Экстремальный вызов и в 2003, когда Скотт месил противников почем зря в американском спецназе. Но тогда актер еще только начинал набирать мышечную массу, а вот в 2006 на экранах неоспоримый дуа. Перезапуск саги после первой части, посвященной боксу, и один из главных проектов карьеры Скотта. При росте 180 сантиметров в кадре он весил около 92 килограммов, был менее сухим, чем в последующих ролях, но очень массивным, что придало дополнительной харизмы его герою Юрию Бойко. Учитывая, что другого главного героя сыграл боец с телом бодибилдера Майкл Джей Уайт, эта часть по праву стала классикой саги и файтинг фильма в целом. Хотя Эдкинс после признавался, что все же с такой массой выполнять трюки куда сложнее. В третьей и четвертой частях неоспоримого Эдкинс был в схожей форме. Весом примерно 89 кило, он был несколько меньше, чем во второй части, но за счет сухости и иллюзий кино смотрелся чуть ли не объемнее, чем прежде, и форму именно в этих фильмах Скотт считает лучшей за все время трансформации к своим ролям. Хотя еще до неоспоримого 3 Эдкинс продемонстрировал свою, вероятно, самую сухую форму в боевике «Ниндзя». Изначально Скотт собирался просто сбросить вес, чтобы в кадре быть более мобильным и подвижным. Но сроки поджимали, так что актер, по сути, сел на сушку, но при этом сохранил впечатляющие объемы и глубину мышц. Впрочем, Эдкинс не всегда мог похвастаться идеальной формой. На съемках «Универсального солдата 4» он получил серьезную травму колена, но вынужден был продолжить тренировки и съемки, чтобы не потерять роли в сериале «Военная хроника», но главное – в «Неудержимых 2». Скотт, как актер, который уже давно заслуживает роли в крупных фильмах, но редко их получает, просто не мог упустить свой шанс поучаствовать в саге «Сильвенстро Салоне» и все же появился в образе антигероя, которого в финале довольно оперативно уделал Джейсон Стейт. Как я уже упоминал в отдельном выпуске о Джейсоне, та их финальная сцена со Скоттом снималась в попыхах и не раскрыла потенциал противостояния двух звезд, которому даже травма Эдкинса не стала бы помехой. Впрочем, я о другом. Скотт доказал, что может выполнять трюки и держать форму даже с серьезной травмой, после перенес операцию и в фильмах «Цель номер один» и «Легенды гробницы дракона» выглядел куда меньше прошлых экранных образов. Благо, там было мало экшена, и Эдкинс не форсировал процесс восстановления колена. Однако уже в «Ниндзя 2» и «Хулиганах 3» Скотт набрал боевую форму, а в «Геракле начало легенды» и вовсе был самым массивным за свою карьеру. По разным данным, весил около 95 кило. Причем, играя царя в молодости, Эдкинс сделал ставку на рельеф, а на съемках сцен, где его герой был уже возрастным, сосредоточился именно на своей массивности в кадре. К слову, в этом выпуске я говорю только о трансформациях Скотта, в то время как тренировки Эдкинса, в том числе в рамках его ролей в кино, это отдельная история, так что всем рекомендую посмотреть выпуски Павла Бельбы, админа паблика фанатов Скотта и соавтора этого эпизода, о тренировках актера и не только, по ссылкам в описании. Также, внушительными как для себя объемами, Скотт запомнился в близком расстоянии 2015 года, но после, как я уже упоминал, сел на диету для роли Юрия Бойко и вновь максимально эффектно смотрелся в образе самого совершенного бойца в мире. И да, я упомянул не все роли Скотта, но это ключевые образы, по которым можно судить, как звездный боец менялся внешне на протяжении всей своей карьеры. Согласитесь, и как для бойца, и как для актера, у Эдкинса действительно отличная форма, но вот в каком из фильмов он впечатлял больше всего, решать только вам. Пишите в комментариях, какой из образов Скотта особенно запомнился вам в плане формы, а также, как вам в принципе Эдкинс как боец и актер. Ну и напоследок, небольшой спойлер для тех, кто досмотрел до конца. В скором времени я опубликую несколько выпусков об актерах и бойцах, эпизоды о которых вы уже давно просили, и которые уже давно заслуживают более детальных обзоров, чем уже доступные на Ютюбе. Надеюсь, мы с Павлом Бельбо с этой задачей справимся. Кстати, отдельная благодарность Павлу, который собрал львиную долю материала для этого выпуска. Ссылки на группу фанатов Скотта Эдкинса ВКонтакте, а также на канал Бельбо Бразерс я оставлю в описании. Как всегда, спасибо всем вам за просмотр. Ну и обязательно подписывайтесь на Юоби Ченнел, чтобы не пропустить новые выпуски. Редактор субтитров А.Семкин